добрый день дорогие коллеги наша техническая поддержка сказала мне что мы сейчас в эфире уже поэтому мы вас приветствуем и продолжаем серию наших вебинаров в российской академии образования по межкультурной коммуникации и сегодня мы будем говорить о второязычной литературе которая выходит за рамки общепринятых норм отличительной особенностью такой литературы следует считать то что авторы писали не на родном она одном из международных языков и предметом описания как правило была родная культура писатель ведут сегодняшний вебинар профессор доктор филологических наук виктор владимирович кабачи которые как многие из вас знают разрабатывает лингвистический аспект межкультурной коммуникации и является родоначальником целого направления в лингвистике интерлингвокультурология которая занимается вопросами иноязычного описания культуры частным случаем которого является англоязычное описание русской культуры и я кандидат филологических наук доцент антонова анжелика михайлов техническую поддержку нам сегодня помогает осуществлять эдуард битлов технический инженер герценовского университета за что мы ему безмерно благодарны виктор владимирович ведь по большому счету описание иноязычной культуры новым в лингвистике не назовешь подобные произведения известны еще со времен геродота марка пола и афанасия никите и да ильфа и петрова с их на одноэтажной америка и так далее конечно я понимаю что здесь речь идет о родноязычном описание родноязычной инокультурной литературе то есть литературе которые писатели писали на своем родном языке да и здесь все надо разграничивать со второязычной инокультурной литературой которая является результатом творчества тех которые писали не на родном на своем обычно втором языке но все равно остается вопрос почему до сих пор место такой литературы до конца не определено и она считается даже где-то маргинальной пожалуйста вам слово спасибо значит время бежит время бежит и если в конце прошлого века в начале этого века чаще всего мы упоминали глобализации в последнее время противоположное направление этноизоляции антиглобализации и вот сегодняшняя тема злободневно тем что она соединяет и то и другое переход на писателей на более распространенный язык в международном плане это глобализация а попытка писателей распространить популяризировать родную культуру с помощью этих языков это в общем-то продвижение своей культуры своя идентификация но с помощью уже другого языка пожалуйста следующий кадр вот о том что это новая волна в литературе заговорили в начале второй половине прошлого века и тогда вот в газете time ну в общем это 93-й год написали что в английской литературе англоязычной литературе произошла революция потому что на смену привычным авторам грэм грин эвлин воор элдис хаксли стали упоминать более привычные не англосаксонские фамилии совсем ружди окры ну а и вот тут я здесь фотография двух африканских писателей это маза менгистэ и ци 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 тангарэм ба обе из нигерий как вы знаете очень сложная страна страна которая меньше всего представляется ассоциация литературы но вот они теперь там центры внимания им там присуждают премии и это отражает как раз вот новое мнение в литературе от от шекспира до вот родственников отела или кто там был в его следующий кадр и надо сказать что литература то в общем то как сказала ажелика михауна в общем то еще не утвердилась на мировой арене и в общем то не совсем она законная так сказать потому что вот очень интересные книги восемьдесят третьего года вот в те как раз года говорили впервые о второязычных писателях the other tongue сборник отмечали research on new english literatures remains on the periphery of the traditional boundaries of english studies ну и у нас откликнулся специалист филолог мазанаев в своей статье русскоязычной литературы дагестана в котором говорит мы имеем дело с литературой которые выходят за рамки общей принятых норм вот тут такая вот обида сквозит тех кто говорит об этой литературе между прочим мазанаев тогда он был совсем молодой он 49 года рождения в общем то и сейчас со мной молодой он по-прежнему декан филологического факультета в махачкале директор минии фольклора и очень много-много у него титулов один из основоположников агульской письменности не случайно вот он обратил внимание на это явление следующий кадр пожалуйста ну как правильно ответила анжелика михайловна в общем то практика обращения к второязычной литературе она уходит в глубокую древность и основоположник латинской литературной базы был греком федор а напротив поэт-баснописец древнегреческий поэт-баснописец был итальянского происхождения так что это действительно давние события но по тем причинам на которых я остановлюсь ниже как то все таки замалчивалось то что вот такой авторитет он в общем то говорит на иностранном языке дальше и не случайно что обращались прежде всего следующий кадр обращались прежде всего к международным языкам и это было распространено вплоть до 17 даже 18 века когда ну в литературе в академической сфере писали на латинском языке который до сих пор еще очень ценится и используется в этом отношении а вот был такой немец правда он из того что сейчас по моему словения вот он был послом в россии и написал свои записки о москове то есть не в россии конечно москове описал он на латинском языке и это книга многие десятилетия была главным источником на западе о культуре московитяна культуре русских следующий кадр ну конечно более всего второязычных писателей будьте любезны следующий кадр более всего второязычных писателей естественно на английском языке какая мотивация у второязычного писателя большая аудитория писателю нужно он литератор пушкин уже перешел на коммерческую основу литературы и сейчас конечно они от этого зависит и чем больше аудитория тем больше возможностей заработать и вот писатели они в англоязычных писателей очень много особенно из индии я упомяну лишь несколько всех их упомянуть нельзя кронологически чину а чебе писал стихи на языке игбо опросу только на английском языке най пол в общем то он с видят ар 40 сурадж прасад най пол но в общем то он всегда писал себя най пол но с тринедатский писатель индийского происхождения то что ему производили это титул саму о себе говорит чину а чебе а вот я уже сказал медвенец а кири хульма очень интересная писательница австралийка она сборщица табака свободное от сбора табака время она написала книгу а заболки был стала известной но видимо много ей материально это не дало потому что она вскоре вернулась опять-таки к своей основной работе сбору табака наибольшую известность приобрел сэлван русский индийский писатель индийский писатель которому в общем то не очень повезло в том что в иране его приговорили к смертной казни вот за ту книгу которую вы видите на этом снимке мы еще я еще вернусь к этому писателю потому что он стал пионером который в общем то проложил дорогу вот таким второязычным писателям после его появления им легче стало публиковаться уже нам на наш анонс нашего вебинара откликнулась одна коллега филолог который интересуется почему-то Халидом Хосейни это афганский писатель откровенно говоря я о нем немного знаю узнал только вот после того как ко мне обратились но в общем то его роман «The Kite Runner» опубликованный в начале этого века был очень популярен и он цитирует «He is one of the most recognized and best selling authors in the world» будьте любезны следовище да я конечно пока не упоминаю Владимира Владимировича Навокова но об этом ниже это титан который несколько стоит особняком отдельно говорю о таком писателе как Питер Эйбрахаус южноафриканский писатель который написал «The Path of Panda» особое место она занимает в судьбе наших студентов я студент 60-х годов начинал изучение английского языка по его квиде по моему даже вот по этой «The Path of Thunder» студенты ее так это шутить назвали «Пасасанда» вот и многие поколения по ней занимались но более всего меня изучили почему тут Сахалинский госуниверситет педагогический показан я с удивлением узнал что до сих пор вот недавно они переиздали эту книгу как посуды по домашнему чтению вот я не знаю до сих пор остается вот такое наследие Питера Эйбрахамса или просто до Сахалина еще новая волна не дошла новых писателей но в общем-то новых писателей у нас много которых можно рекомендовать студентам другое удивление было у меня когда естественно если я учился по его книге в 61-62 годах я естественно был убежден что это писатель который уже давно ушел от нас зашел в интернет и с удивлением обнаружил что он умер недавно а из статьи в интернете я узнал что он умер в своей смерти то есть он может быть и до столетия прожил так что вот такая интересная книга следующие авторы ну поскольку в общем-то я концентрируюсь на англоязычном описании русской культуры хотя и широко выхожу во второязычную литературу не могу не коснуться франкоязычных авторов естественно после английского языка французский язык наиболее популярен вот в литературе второязычных авторов и вот тут вот это и Греция и Чехия и Китай кстати Сэмюл Беккетт он ирландец но видимо не очень он любит английский язык он какое-то время перешел целиком на французский язык вот и тут африканская писательница нас больше всего конечно интересует Андрей Маакин но в общем-то он сейчас француз французский гражданин французский писатель франкоязычный писатель он из Красноярска переехал в Новгород а потом стал уже франкоязычным писателем и на нем мы остановимся потому что это конечно для нас интересно следующий слайд но параллельно второязычным англоязычным франкоязычным писателям на западе за рубежом у нас полный расцвет был второязычной литературы в советское время вот тут тоже только некоторые писатели приведены Айтматов, Искандер, Чукчер, Белорусс Василь Быков азербайджанец Максут Ибрадимбеков и кстати его брат Ибрадимбеков и кореец Анатолий Ким самый известный конечно чемпионис Айтматов ну вы видите здесь небольшую часть палитры многонационального нашего государства такого что культура очень разная и когда Чукчерик Эо принес в журнал свой первый рассказ они спросили как его зовут он сказал Ретхео они спросили имя, отчество он объяснил что в чукотском языке нету ни имен, ни отчества придумали он стал Юрием Сергеевичем вот это был рассвет нашей литературы а русская культура и многоязычие мультикультурализм нашей страны это сообщающиеся сосуды русская культура впитывает в себя от множества иноязычных культур а те культуры пользуются богатым багажом русской культуры следующее ну вот где-то в 70-х 80-х годах открылась возможность по еврейской линии выезжать за границу в Израиль и вот образовалась куча небольшая могучая ли она это уже решит потомство англоязычных выходцев из Советского Союза некоторые уже попозже из России постсоветской которые стали писать которые стали писать на английском языке вот единственный среди них особняком стоит Ольга Грушин Ольга Грушин это русская русская вышла из семьи известного социолога жила долгое время в Праде получила грант для поездки в Соединенные Штаты на учебу «Градуат сумма сумма кумлауды» в 1993 «Натурализм США в 2002» «Натурализм русский роман» «Натурализм русский роман» очень был популярен в то время то есть он популярен сейчас но тогда это произвело вот такую небольшую сенсацию и вот эта Оля Грушина она продолжает успешно работать ну другие писатели такие как «Ниже мы остановимся» Екатерина my Екатерина сидия Russian фантазей и most famous work is «Аркеми Of Stone», a steampunk novel that examines sexism и класс Вот так загадочно. Вот об этой писательнице Екатерине Сегея известно, что она живет with her husband and two cats in New Jersey. Ну, еще Аня Улинич. Буквально в последний день накануне я стал копаться и обнаружил, что там есть еще Эллен Литман и Борис Фишман. Правда, Борис Фишман более литературный критик, чем писатель. Такая вот небольшая плеяда образовалась в таких писателях. Следующий слайд. Недоверие к иноязычным писателям, как к второязычным писателям. Ну, вы знаете, естественно. Вы знаете, когда я пришел в 61-м году студентом, таким возрастным студентом, после завода, техникум, армии и так далее, и нам дали книгу The Panther Thunder, у меня и моих сокурсников были сомнения, а это английский язык, южно-африканский писатель. Так что это неудивительно, что, в общем-то, с сомнением подходили к второязычным писателям. И те, кто дерзали заниматься второязычным литературным творчеством, они, в общем-то, были в трудном положении. Вот пишет Чинуа Ачебе, предыдущее поколение второязычных писателей. И вот пишет, что до появления в печати произведения Салмана Рушки, вот приговорённого смерти в Иране, за его сатаник версии, Ну и вот характерный пример, что когда Андрей Макин принёс издателю свою первую книгу для печати «Дочь героя», не рискует читать по-французски, а издатель не принял, он посчитал, что это подделка, иностранец не может писать так хорошо по-французски, и его не приняли эту печать. А надо сказать, что, значит, он как, он приехал в 88-м году в качестве переводчика из Нижнего Новгорода во Францию, попросил там политическое убежище, убежище. Политическое убежище ему дали, но хорошую жизнь ему не дали, и у него были очень трудные годы, он спал, бог знает где, и бог знает как. Вот, и тем не менее, вот написал эту книгу, которую отвергли. Но он пошёл с другой стороны, он пришёл к другому издателю и сказал, вот эта книга была написана по-русски, её перевели на французский язык. Тот почитал, она ему понравилась, и её опубликовали. После этого он стал известен. Ну, и надо ещё сказать один момент. Когда мы говорим о литературном творчестве, это письменный труд. А вот устные люди, очень трудно скрыть, что ты иностранец. Поэтому Джордж Майкс в своей книге, которую я рекомендую всем обязательно прочитать, это не маленькая книжонка, но очень смешная, очень поучительная. How to be an alien, как быть иностранцем. Он-то знал, как быть иностранцем. Майкс, это Миккеш, венгер. Вот он пишет, do not forget that it is much easier to write in English than to speak English, because you can write without a foreign accent. И не случайно, такой классик английской литературы, как Джозеф Конрад, до конца жизни избегал публичных появлений. То, что он говорил на ужасном английском языке с точки зрения фонетики. Следующий слайд. Ну вот, пожалуйста, вам доказательство того, что второязычный писатель может быть не только писателем на неродном языке, но законодателем мод на неродном языке. Потому что здесь вот на фотографии, это то, как его посвящают бессмертные члены французской академии. Дело в том, что во французской академии без добра, которой ни одна запятая новая не появится во французском языке, там 40 членов пожизненных. Вот его сейчас посвящает, он стал наш россиянин, бывший теперь член французской академии. А его языке критики пишут, Маккин, writes in the good, pure, literary language of the end of the 19th and early 20th centuries. And it is here, I think, that he has succeeded in returning us to paradise lost, the paradise lost of language. То есть он пишет на том языке, который современные французы, лингвисты, которые пекутся о своем родном языке, считают, что они его потеряли, потому что сейчас во французске, несмотря на все их сопротивления, хлынули чужаки. Вот, и критики очень одобряют его язык. French is refined, другой критика, это совет турки, то есть российские критики. Refined and polished, rejecting everything colloquial with a note of melancholy characteristic of great literature. One wants to linger over his phrasing. This is a novel where you can't turn the pages quickly enough. In this novel, language is king. Вот такие у нас представители во французской академии наук. Следующий слайд, пожалуйста. Итак, второязычные писатели в каком отношении они относятся к родной культуре? Далеко не все из второязычных писателей являются проводниками родной культуры. Многие, в общем-то, уходят, переходят на рельсы другой культуры. Джозеф Конрад. Джозеф Конрад – это поляк. До 17 лет он не знал английского языка. Поляк, который стал моряком, мореплавателем, только потом выучил английский язык. Вообще-то он Юзеф Теодор Конрад Коженевский. Вот так его польское имя. Знал он прекрасно, естественно, польский, английский и французский. Причем, по собственному мнению, Конрад французский знал лучше английского. Но он говорил, я не могу писать по-французски, потому что по-французски можно писать идеально. А по-английски можно писать со всякими отклонениями об этом мы поговорим уже ниже. Но, перейдя на английский язык, он, в общем-то, отошел от родной культуры и польской культуры, в общем, его проведение. Именно идти. Джордж Майкс, в общем-то, с титанами второязычной литературы его сравнивать очень тяжело. Это вот такой юморист, который, журналист изначально, венгр, приехал в Англию на одну неделю освещать мюнхенский кризис и остался на всю жизнь. Вот он написал свою книгу «How to be an alien» и приобрел очень большую популярность. Потом он стал писать как быть иностранцам, говоря о других культурах. Но, в общем-то, вот я рекомендую вот эту книгу. Вот эту книгу там, причем за его юмором кроется, в общем-то, такая резкая критика. Резкая критика, которую британцы того времени простили, поскольку они не могли сказать, не могли вообще подумать, что кто-то их в чем-то ущемляет. Тем более, вот юморист Майкс Микеш. Надо сказать, что его репризы исполнялись популярной советской телевизионной передачей «Кабачок 13 стульев». Но вы не найдете в венгерской культуре в его произведениях. И даже вот в этой книге «How to be an alien» там в Венгрии упоминается только один раз, но только вскользь. Только вскользь. В том случае, когда... Ладно, нет времени рассказывать об этом. Готовясь к этой теме... Да, вообще недавно я неожиданным образом узнал, обсуждали в какой-то телевизионной игре выражение «Смилым хоть и в чалаше». Я поинтересовался, откуда это выражение. И вдруг я неожиданно узнал, что это выражение принадлежит Нигмату Ибрагимову, русскоязычному поэту, татарину. Мы о нем очень мало знаем. Я тоже о нем очень мало знаю. Ходят даже слухи, что в ополе «Березка» стояла. Это не то его песня, не то на базе этой песни он сочинял перефразировку. Но, в общем, очень интересно. Посмотрите, Нигмат Ибрагимов поэт. Это 1778-1818 год. Мало он прожил. Очень мало прожил. Следующий слайд. Значит, в современное время, вот то, которое мы сейчас переживаем, так, смеется сказать, это уже противостояние глобализации и этноизоляции. И об этом очень хорошо сказал американский английский Эдвард Сейфер, как у нас говорят. «He talks like us is equivalent to saying he is one of us». Очень мудрое высказывание. Кстати, вот эти новые варианты английского языка, или как их называют, «new Englishes», сейчас уже очень много исследований ведется у нас. Зоя Григорьевна Прошина в этом направлении работает в направлении «World Englishes». «World Englishes». Так вот, с самого начала, когда я стал исследовать возможность английского описания русской культуры, я поставил себе задачу всячески отвлечься, разграничить себя с «World Englishes». Почему? Потому что английский язык, попав на почву другой культуры, он где-то видоизменяется, появляются варианты. Настолько, что говорят, что для того, чтобы полноценно беседовать на английском языке в Индии, надо изучить местный вариант «Indian English». Кстати, они очень гордятся своим языком, они говорят, что у них англоговорящие больше, чем в «United Kingdom». Это, конечно, так. Это, конечно, так. И вот в данном отношении давайте мы рассмотрим здесь третий пример. Найпол рассматривает тринедатский английский язык, тринедатский английский язык, и в своем романе он пишет о писателе, тринедатце, который хочет стать второязычным английским писателем, хочет учитывать английский язык. Причем он говорит, что фраза такая вводная от автора «Like many Trinidadians, Ganesh could write correct English, but it embarrassed him», но его смущано, «to talk anything but dialect except on very formal occasions». Вот это разделение от автора это стандартный английский язык, а потом они переходят на то, что называется английским словом «venacular», местный разговор. И вот тут третий пример, как раз он приходит к жене. One day he said, «Lila, it's high time we realize that we living in a British country, and I think we shouldn't be chained to talk the people language good». Вот это, как видите, конечно, вы сразу же будете подмечать множество ошибок, то есть те deviations, отклонения от английского языка, которые нежелательны, когда мы говорим на английском языке. Набокова американские и другие литературные критики клюют за то, что у него синтаксис немножко русский и так далее, но он стал классиком, он стал классиком, тем не менее. И вот в этом отношении, в отличие от французского языка, который вот эта французская академия, там дефекиарство, Андрея Макин, вот, английский язык он очень волен, и вот тут о нем пишут авторы сборника «The New Englishes» «There's no clear-cut point along the continuum where it can be said this is no longer English». Почем допускать. Не обращает внимания на то, что делают с этими языком. А тут вот то, что я процитировал Сапира, то, что я процитировал Сапира, что he talks like us is equivalent to saying he is one of us. А местные используют местный вариант английского языка как способ вторичной идентификации. Когда они говорят, вот я еду куда-нибудь, лечу на самолете, и я легко узнаю своего соотечественника по тому, как он говорит по-английски. Второй пример. I don't want to speak like an Englishman. I'm a speaker of a new English, which contributes to my identity. Интересно, что в одной из англоязычных кьес африканского автора из Ганны возмущение персонажей вызывает речь тех его соотечественников, которые пытаются говорить так, как говорят англичане. Вот это очень показательно. Следующий. Ну, всякий, кто овладевает второй культурой, вторым языком, естественно, овладевает и второй культурой. Насколько он ей овладевает? Так, следующий слайд. Да, насколько он овладевает? Это уже дело случая. Ну, вот я могу сказать, что наши студенты настолько проникаются англоязычным страноведением, что они любят эту страну. Они любят Великобританию, они любят Соединенные Штаты Америки. Хотя плохо, недостаточно хорошо их знают. А вот об автороязычных англоязычных писателях, вот тот автор, с которого цитаты я начал сегодняшний вебинар, он пишет, что происходит их раздвоение личности, как двуликий бог Янус, только без всякого негатива. Без негатива. Они сидят на двух стульях и не всегда точно знают, на каком стуле они должны сидеть. looking both ways at once. Neither here nor there. They end up citizens of nowhere or somewhere in the mind. All these ruthless souls belong to a common place whose name is dislocation. Даже вот этот царь на пол он все время страдал чувство ruthlessness his own personal feelings towards India in many of his books. Следующие. Ну, естественно, что второязычные писатели прежде всего сталкиваются с языковыми трудностями. Это, конечно, очень трудно. И вот френч born американ writer Julian Green пишет has written about the problems involved in writing books in two languages. It was as if writing in English. I had become another person. Nabokov nabokov писателя. Конечно, на русском языке он мог бы сказать гораздо больше. Следующий слайд. Ну, приходится адаптировать язык. Селман Рузди пишет критик критик used a hybrid language, English, generously peppered with Indian terms. Критик об Андрея Макин пишет, Макин may use French to escape from the confines of his native language, but he has been colonized and even racified it. Ну, и то же самое специалист, исследователь творчество Nabokov пишет, Nabokov didn't write in English, but he created his own unique English. Следователь write. Кстати, как только студенты и даже слушатели узнают, что оказывается в англоязычный текст можно включать русские слова, иноязычные слова, вот тут карта и не пошла. И они начинают использовать множество русизмов нужных и ненужных. А особенно грустно, что часто не комментируют, не поясняют. Ну, включение русизмов это обычное, вот, пожалуйста, насыщенность текста. Доктор Плин returned с сан Тимофей, а 13-year-old гимназист, классический school пупел, в гимназичевский uniform, black house, black pants, shiny black belt. А вот тут is Анни фон Бремзен, Алла drank beautifully she drank with smack saber, искра, spark and a full respect for the ritual and taboo surrounding the palitra. Палитра ранее она поясняла. She called her palitra творческая, the artistic one, a play on palitra, the painter's palette. Ну, вот видите, тут много, но тут все время и у Набокова, и у Бремзен все время поясняется. Поэтому тут как-то уважается читатель. Следующий кадр. Ну, вот тут, когда мы говорим о трудном пути второязычного писателя, надо сказать, что им достается отца отечественника. Им достается отца отечественника. Потому что these writers have been criticized for foreign after foreign gods by ultra-nationalistic critics who believe that one can only express in one's mother time. То есть проституируют свое творчество в угоду иноязычным богам. И самое главное, что вот это убеждение, вы знаете, это убеждение всеместное и везде, и от него никак не называются. One can only express oneself in one's mother time. Это то, что мы особенно остро чувствуем в бывших советских республиках на границе с нами, когда они быстро отказались от русского языка. и вот неодобре этого даже не пускают стичать тех, кто стал писать по-русски. Вот и Татьяна Толстая берейт Маккин for writing for a foreign readership, то же сам упрок, and creating a picture of Russia intended for foreign consumption that pandas ублажает to stereotypes and cliches Ну другая критика наша Майя Злобина пишет True it doesn't reach the point of total ness То есть она успокаивает до различистой клюквы дело не доходит не доходит но такую критику мы видели и к сожалению была такая критика такое отношение и в советское время и в советское время Мазанаев же пишет что остается на маргинальной литература второязычная и даже Василия Быкова в Белоруссии были критики которые считали что он в общем-то какой он белорусский писатель если он пишет по-русски а в книге которую я очень рекомендую тем кто интересуется этой темой книга называется художественный перевод проблемы и суждения издательство известия 1986 год там описывается такой момент когда спрашивают у Максуда Ибрагим Бекова почему на книгах изданных по-русски на русскоязычных книгах нет написано в Азербайджане он на по-русски писал на его книгах которые изданы в Азербайджане написано фамилией переводчика Ибрагим Беков ответил ну что ну неудобно же писать что азербайджанский писатель пишет по-русски так что вот это вот то что очень тяжело для них и не всегда это так это легко проходит это везде так следующий слайд ну вот появились известные второязычные писатели которые пишут по-русски это новые Айтматовые Айтматовые то есть постсоветские Айтматовые самые известные самые успешные Гузель Шамильевна Якина автор романа который недавно был экранизирован Зулейта открывает глаза а раскулач в 1930 годы лауреат развития в Кэм применена на десятки различных языков очень умная женщина она продолжает писать и сейчас она следующая книга которая пользуется популярностью это Дети Мои но опять-таки вы знаете эксплуатируется тема трудности советского прошлого то есть вы извините меня но вот очень часто такие авторы посят на запад надежды что публикуют 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 так вот эта книга Дети Мои это книга о том что у нас не любят вспоминать это не очень веселая традиция в нашей истории это история о том что было с 18 1918 по 1941 год называлась автономная социалистическая советская республика немцев Поволжья в 1941 году естественно их выселили в основном в Казахстан сейчас снимается фильм по этому роману безусловно он будет иметь успех у нас и за рубежом ну а Гузель Шамильевна она окончила казанский Пет наша коллега я не веду нас представителей первых институтов вот и успешный успешный писатель я следующий ну надо сказать что эти авторы которые публикуются на западе выходцы из СССР и постсоветской России они конечно эксплуатируют трудности не самые веселые традиции советской жизни макинз 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 раша расшир gener а barbarик и с морал waste land his heroes determined to leave once they discover the corrupt reality under the surface. Ну, а вот Брэмзен, Аня фон Брэмзен, я ее цитирую, начало это тоже ей принадлежит, она рассуждает, а как же ей называть Россию, как же ей называть Россию в своей книге, в своей, то, что я называю, кулинарной автобиографией. Родина, уродина, a motherland that rhymed with ugly hug. Родина, другая цитата. Ну и в конце концов она решает. And so I resorted to совок, or совдеп, bitterly sarcastic slang for the land of the homo sovieticus. Ну вот такие, особенно вот такие высказания, конечно, они на Западе приветствуются, и это помогает им там публиковаться. Следующие. Трудности, особенно на первых порах у тех, кто туда переезжает, в том, что отсюда жизнь идеализируется на Западе. Вот Брэмзон пишется, когда в 74-м году мать ей предложила, сказала, что вот она планирует уехать за границу с ней. Она пишет, I had a different plan involving за граница. A foreign husband would be my ticket out of this dismally ever after to a glorious life filled with prestigious foreign commodities. Там же она пишет несколько страниц спустя, что она быстро разочаровалась, и то, что она покупает в дешевом супермаркете, это, конечно, совсем не то, что она представляла, и что даже те цыплята, которые продавались в Советском Союзе, и уже, кажется, Латтерстон. Макин, for MacKinn, France may be the symbol of the beauty that can save the world. Но он так и продолжает писать. Так и продолжает. Следующий кадр. Ну вот психология второязычного писателя-эмигранта. Вот давайте посмотрим. В 1963 год Аня фон Брэмзен родилась. В 1974 году Макия предлагает выехать за границу. У нее сомнения. Она пишет в книге откровенно, вот в своей книге, вот в этой Master in the Art of Soviet Cooking, что, в общем-то, ей не хотелось выехать за границу. Она уже удобно там устроилась. Семья у нее была непростая. Дедушка у нее был важный. Позицию занимал в службе безопасности на морфлоте. Бабушка, одна из бабушек, приносила заказы со своей работы. Вот. В 87-м... Да, они уезжали, естественно, в полной убежденности, что больше они никого не увидят в Москве, никогда в Москву не посетят. Но времена изменились. И в 87-м году Горбачев они приезжают на побывку в Москву, посещают ее. Те, кто, как я, пережил это время, знают, какое это было ужасное время. Это были пустые полки в магазинах, страшные очереди с алкоголем. Была антиалкогольная компания Горбачева. То есть время было не самое лучшее. Тем не менее, 87-й год, значит, ей 23-24 год. Она возвращается домой и рыдает буквально на диване, потому что она матери говорит, вот видишь, там все нас знают, там все нас любят, а здесь нас никто не знает и никто не любит. Они пережили очень тяжелые 16 лет. обычные для тех, кто проезжает на ПМЖ без больших денег в Соединенные Штаты Америки. Мать работала уборщицей, клининг, как у нас это сейчас называется, санитаркой, на двух автобусах ездила на работу. Это ужасно. Это ужасно. На общественный транспорт в Америке ужасно. Туда даже не дойти и надо пешком, потому что у них нет тротуаров, там все должны ездить на машинах. Но, да, попытка сделать из нее знаменитую пианистку не удалась, она упала, сломала руку, но с помощью самоотверженности матери и помощи еврейской общины, диаспоры, они пробились. Пробились с помощью, опять-таки, опираясь на прошлый опыт, Аня написала книгу «Please to the table». Это «The culinary friendship of our Soviet nations». На материале советской кухни вообще. И в издательстве, кулинарном издательстве, она стала звездой. Мы стали заказывать книги кулинарные о других странах. После этого дела пошли лучше, как она сама пишет в книге. Но только в 2013 году, в возрасте 50 лет, она решает написать откровенную автобиографию кулинарную, где она пишет, но я должен откровенно сказать, объективно, до развесистой клипы там не доходят. Это не развесистая кукла, кукла-клюква. Она концентрирует внимание на некоторых проблемах Советского Союза, на дефиците продуктов, на чередях и так далее, и так далее. Много о чем можно говорить, и об этом говорилось много, особенно в 90-е годы. Иногда, вот как цитату я приводил, иногда, конечно, она подбавляет туда такие изюминки по знакам минус. Но, в общем, характерно, вот этот путь писателя-эмигранта. Вот в 50-е годы она американка, все, она разрывается прошлой культурой, и у нее берут интервью, англоязычное интервью, я в пользу читал эти интервью. кстати, я совсем буквально вчера наткнулся на рецензию одного автора на книгу Эллен Литман, на Эллен Литман, и там я с удивлением увидел то, о чем я всегда думал, но я на Западе этого никогда не увидел, и менее всего я это ожидал от источника из еврейского центра, из еврейского центра, когда он пишет, что родители смотрят на своих детей, и они not sure where they are or how they came to be there, all of them wonder why the America they are living in is nothing like the America they dreamed about. Это они так думают, когда смотрят на своих детей, неудовлетворенных в своей жизни. Следующий кадр. Как там, Анжелита Михайловна, со временем? все сейчас слышно меня, да? Все нормально? Нормально? Да, тут есть время еще, так что хорошо. Значит, очень важный пункт нашего обсуждения. Универсальность второязычного творения. Можно английским, французским, другим языком описывать какую-либо другую, любую другую культуру, любую язычную культуру, но есть универсальные правила, которые распространяются в общем на всех. И в сборнике The New Englishes там как раз задается вопрос How does one represent other languages through the medium of English? И говорят, есть три составные части. Первое. The inclusion of certain words and expression from the local languages. То, что мы говорили. Введение иноязычных слов описывали на культуру. The translation of certain expressions and factors often parallel to those words and expressions in local languages. Кальки. Калькирование. И третье. The inclusion of the dialogue in the local languages. Это мунтио убида. Ну вот смотрите. Первое из брендs and pictures of myself это дача. Пояснение сразу кальки копии. Surrounded by пиклей густые шрабсы. А вот уже Гузель Якина. Взрослым женщинам полагается небольшая часть сякея, отделенная от мужской половины плотно чьи был дык. То есть она вставляет сюда вот тоже татарские слова. А Макини об Андрея Макини критики пишут, что он вставляет реалии from совет history that it leaves untranslated such as шапка, дача, толпот, скулах, коммуналка, изба, бабушка, НКВД the strong bill more cigarette the bereska heart currency shops. То есть все вот это и англоязычное описание русской культуры, и русскоязычное описание татарской культуры, и франкоязычное описание русской культуры, принцип описания один и тот же. Но вот эти слова, появившись в иноязычном окружении, они, во-первых, все-таки добавляют аромат описываемой культуры и дают возможность человеку, который знаком, лучше понимать, о чем идет речь. Следующее. Стилизация текста. Стилизация текста. Текст настолько иногда кодируется, иногда кодируется, как вот мы сейчас увидим, что требуется иногда расшифровка. И вот есть такой автор Бараптарло Геннадий, книга Phantom of Facts, A Guide to Nabokov's Plyn, то есть к набокову с набоковской книге Plyn нужен целый расшифровщик, нужен пояснение, чтобы читатель понял, о чем идет речь. И это не случайно. Сам Nabokov пишет об этой книге. In Plyn I have created an entirely new character, the like of which has never appeared in any other book. Nabokov вообще от скором не умрел. A man of great moral courage, a pure man, a scholar, and a staunch friend, serenely wise, faithful to a single love, he never descends from a high plane of life characterized by authenticity and integrity. Это положительная часть имена Тимофей Пауч русский профессор, академик, которого революция выбросила за рубеж и он преподает на ужасном английском языке в американском колледже. Но вот теперь но. But handicapped and in by his incapacity to learn a language he seems a figure of fun to many and average intellectuals. Опять двуликий Янус. С одной стороны, это умница, интеллигент, чуткий, корректный, всегда готовый помочь, верный, преданный. А с другой стороны, вот он вот такой нелепый иностранец, который не может правильно говорить. Вот он говорит на таком языке, когда возбужден первый пример. Это он говорит о Толстом, критикует жену Толстого. The wife of Colossus. Colossus Толстой liked much better than him a stupid musician with a red nose. Ну, конечно, тут он говорит с акцентом. Или он звонит по телефону, он хочет, ему нужна квартира, вот тут ниже будет, он как осматривает, снять другую комнату. Он звонит женщине по имени Джоан. Но говорит он так. I searched John for the viscous and sodas he said tragically. А нет, это он у нее уже дома, он ходит по квартире, она спрашивает, что ты ищешь, он говорит I searched John for the viscous and sodas he said tragically. Вискос это что-то тегучее и липкое. Sodas понятно, это опилки. Но искусство наоблоков он в общем-то ас вообще стилистики. Конечно, ни один плохо говорящий по английскому языку никогда ему не придут в голову вот эти настоящие английские слова вискос и подраз. Вот почему на обложке Paperback Edition и его романа я прочитал один писатель по-тичу-то я ехал в поезде читал книна и хатал до упада. Вот тот, который знает английский язык и русский язык немножко знает, он поймет все. Или Плин создает бленд двух idiом британский, английский и русский. The cat, as Плин would say, cannot be filled in a bag. А тут он две соединяет два выражения the cat is out of the bag. Как известно, секрет уже не секрет. Все знают это. Ничего в мешке не утаишь. Cannot be hidden a bag. Ну, а что получается, трудно сказать, надо спросить уже у Камена. Ну, и последний, да, четвертый пример. Вот это надо было поставить до второго. это он ходит по квартире, вот это Джоан осматривает ее помещение, заглядывает в ванну и спрашивает no douche in quiet clean looking up. Душ в русском языке имеет такое же значение, как и в английском. Но в английском языке душ английский душ это используется в той же функции, как и дд женщины. Когда мужчина ходит по квартире, желая снять квартиру и спрашивает об этом, то это, конечно, забавно это добавляет. Ну, а верх стилистического мастерства вот это пятое. Вот прочтите это предложение, вам покажется, что тут ничего нет, вот обычный английский язык, обычный английский язык. Но дело в том, что это необычный английский, это рифмованный английский язык, который нужно читать так. The letter has by chance remained among my papers. Here it is. I'm afraid you will be paid by my dear Liz. Ну, тут нужно расшифровывать вот такие вот фокусы, почему Бараб Тарло написал целую книгу, которая мне очень помогла, и многие вещи я бы никогда не догадался, если бы не он. На самом деле, работая над романом «Плин», Набоков одновременно переводил Евгения Онегина Пушкина. И в голове у него была фраза из Евгения Онегина, когда Пушкин говорит, что Татьяна по-русски знала плохо, журналов наших не читала и объясняла с трудом на языке своем родном и там сказано стихи на случай сохранились я их имею вот они вот пожалуйста стихи на случай сохранились я их имею вот они но это надо говорить я как говорится я за всю второязычную литературу отвечать не могу как говорится за всю одессу не могу сказать но то что я те десятки книг то что я прочитал конечно ничего подобного нет ничего подобного пока нет конечно второязычным нашим современным англоязычным автором надо учиться и учиться так пожалуйста следующий слайд Виктор Владимирович а вот все-таки пока мы еще на Набокове конечно это вершина несмотря на то что он говорил что у него растяя инглиш еще что-то там как угодно его но вот все-таки англоязычный автор англоязычный читатель который будет его читать но ведь он насколько он поймет эту книгу насколько то есть по большому счету ведь эту книгу может понять человек по-настоящему оценить человек и то не до конца потому что все сразу же нюансы не прочитать и не осилить да только человек который знает два языка то есть вот в этой ситуации тогда какая же аудитория у этих второязычных читателей вот в чем вопрос поэтому может быть поэтому эта литература так и стоит особняком ну тут надо заметить вот что литературных произведений с двойным дном очень много не говоря о том что когда произведение уходит в прошлое скажем путешествие Гулинира сейчас читают дети а на самом деле полное издание этого книги с объяснением сатиры писателя это целый том и есть книги которые действительно очень тяжелы даже на родном языке для восприятия и критики когда касаются этой темы они как раз приводят темы там различных ирландских писателей англоязычных улиц и так далее которые очень трудны для восприятия поэтому все зависит конечно разные читатели разные читатели из войны у них тоже в этом разные и сами корейники тоже не все возьмут вот поэтому Набоков имеет ввиду что не все поймут все но кто-то докопается кто-то поймет кто-то будет скользить по поверхности не случайно да возьмите Алису Странитый Дес на поверхности это детская книга это философская книга философская книга и конечно автор когда рассказывал девочкам он имел ввиду философию на заднем плане а Интер рассказывал вот такой сюжет так что в этом мастерство это как говорят англичане that's art то есть то есть в любом случае любой автор имеет ввиду свою аудиторию и на свою аудиторию он пишет здесь сейчас тоже будете я вижу тоже говорить я по аудитории Анны фон Брэмзен Анне фон Брэмзен но в данном случае Набокова конечно одним из основных действующих лиц да в его книге ведь можно сказать что собственно является русская культура русская культура и русский язык если бы Набоков жил в наше время и видел уже эту плеяду новых англоязычных писателей и выходцев из нашей страны ему бы было гораздо легче ему было бы гораздо легче вот это то как раз чего я хочу коснуться сейчас потому что вот внимательно посмотрите и отнеситесь к тому о чем я сейчас буду говорить потому что для меня вот это было открытие это открытие когда я работал над этим и в конце концов подошел к этому стал выписывать вот первый пример это Краун это Брэмзен Акноледжмент то есть она благодарит тех кто участвовал в написании этой книги помог в создании этой книги это Краун это издательство Абон славик спасибо to эдита экстра ординер расшел клейман она она говорит славянское спасибо спасибо не очень распространенное русское слово не дан пишем но я уже не говорю о французском мерси она его не поясняет она его не поясняет хотя книги практически очень мало практически нет русских которые не поясняются второе он виск шоу с благодарностью Анне Бродской то же самое благодарность вообще я первый раз встречаю в англоязычном тексте но мои глаза раскрылись когда у нее есть приложение там несколько рецептов кулинарных она приложила к этой книге и вот из русской кулинарии кулибята рецепии значит пол ложки соли она говорит но какой соли кауша кашерной соли но какому русскому нужна кашерная соль так вы посмотрите сейчас там на западе возник большой слой англоязычных выходцев из России евреев прежде всего евреев которые выехали в 70-х 80-х годах часть в Израиль часть Соединенные Штаты в Америке вот для нее для этой аудитории книга Брэмзен конечно они там найдут гораздо больше чем другие читатели гораздо больше чем другие читатели хотя Брэмзен ориентируясь на более широкую публику пишет по-английски рассчитывая что ее книгу купят ну просто любители кулинарии просто любители русской культуры которые не очень знакомы с русским языком но это облегчает ее задачи и облегчает ее жизнь но конечно автор учитывает свою аудиторию и старается выйти на аудиторию как можно шире ну вот это то что я хотел сказать о трудном пути второязычных авторов надо сказать и у Яхина нашлись критики у себя на родине и у всех второязычных авторов найдутся те критики которые говорят пиши на родном языке нечего писать на чужом языке оставайся своим а вот это положение когда свой среди чужих по крайней мере по языку или чужой среди своих это вот судьба судьба второязычного писателя и надо сказать что в советском союзе была благоприятная почва хотя видите критика была и там спасибо за внимание Виктор Владимирович спасибо большое на самом деле получился действительно очень интересный полезный вебинар потому что второязычная литература является одним из основных источников популяризации внешних культур и благодаря нашим национальным авторам и Василию Быкову и другим и Айтматову и Ибрагим Беку и так далее и так далее многочисленным нашим национальным писателям мы в общем-то гораздо лучше знаем национальные культуры и можем понять что у нас что наша культура от них подчеркнула соответственно осуществляет осознавать нас одним народом и это на самом деле ведь очень большой потенциал имеет в себе поэтому совсем не зря мы сегодня будем именно на этом вебинаре объявлять два конкурса один конкурс молодые Набоковы и второй конкурс молодые айтматы история конкурса молодых рассчитывает уже много лет 12 лет если можно следующий слайд нам показать конкурс этот зародился под вашим руководством в Герцоговском университете и сейчас мы очень благодарны тому что российская академия образование поддержала наш конкурс и вот уже третий год поддерживает его и соответственно победителям мы имеем возможность дать дипломы российской академии образования а также культуре национальную культуру более широкой русской аудитории для того чтобы раздвинуть рамки с одной стороны своей национальной культуры познакомить нас с ее спецификой рассказать о тех интереснейших сферах которые сами молодые писатели хотят до нас донести итак значит конкурс молодые наборки мы предлагаем вам на выбор три темы либо вы можете выбрать свободную тему и написать о том что вам интересно подробная информация размещена на сайте стратегического центра развития перевода в России Российской академии образования в котором мы собственно говоря с Виктором Владимировичем и работаем также на сайте кафедры перевода Герценовского университета обращаю ваше внимание что сочинения принимают до 27 марта 2021 года и до конца семестра здесь указаны числа мы объявим результат присылать заявки и присылать сочинения вы видите на слайде вы видите на слайде заявки на участие адрес молодые набоковые херзен спб ру да ниже заявки на участие в конкурсе следующий слайд если можно конкурс молодые айтматовые и здесь вы видите тоже три темы на выбор мой самый любимый праздник народная медицина русская национальная кухня сообщающиеся сосуды также вы можете выбрать и свободную тему нам очень интересно будет то о чем вы напишите Виктор Владимирович Кабакчи и директор стратегического центра председательствуют в конкурсной комиссии так что я думаю что мы все получим колоссальное удовольствие обращаю ваше внимание что срок подачи заявок и самих сочинений до 27 марта 2021 года ну и здесь я хочу вам пожелать успехов и до новых встреч теперь уже в новом весеннем семестре как мы наговорим что мы начнем весеннюю серию наших вебинаров и там же также на одном из вебинаров мы объявим победителей и одного и другого конкурса и будем рады также нашей виртуальной встрече а может быть уже даже получится какая-нибудь смешанная встреча присоединим кого-то виртуально а сами будем находиться в помещении дай бог Виктор Владимирович спасибо вам большое Эдуард Алиевич спасибо вам большое за техническую поддержку сегодня у нас ничего не упало звук был хороший видимость тоже спасибо всем большое спасибо до свидания до свидания Продолжение следует...